Овсяница – луговая, тростниковая, красное описание сортов. Овсяница относится к семейству злаковых. Это многолетняя трава с метельчатым соцветием. Овсяница растет по всему миру и насчитывается около 300 разных сортов. В основном обитает в регионах с умеренным или холодным климатом. В России их встречается около 50 видов. Стебель прямостоячий, высотой от 10 сантиметров до 2 метров. Это растение хорошо идет на корм домашнему скоту, а после быстро отрастает. Многие виды оккультурены. Из этой травы получается замечательный газон. Овсяница луговая. Выбирая семена газонной травы, надо знать, для чего предназначен этот газон. Просто для украшения участка или же на нем будут играть дети или вообще это будет площадка для занятий спортом. Для газона садового участка прекрасно подходит овсяница луговая, быстрорастущий многолетний злак, который не боится частого скашивания. Но она предназначена только для украшения дачи или усадьбы. Овсяница луговая. Овсяница луговая. Описание и выращивание. Высаживать овсяницу луговую лучше всего весной. Через полторы недели появятся всходы. Примерно через неделю высота травяного покрова будет уже 6 сантиметров, а месяца через полтора достигнет 18-20 сантиметров. Цвести начинает на второй год. С первой декады апреля уже появляются всходы. К концу апреля травка подрастает. К концу мая уже появляется колосок, который будет цвести в течение 80 дней. В конце июня созревают семена. В ноябре происходит отмирание листьев. Обратите внимание, размножение происходит семенами или дерниной. После скашивания она очень быстро отрастает. Эта травка очень плотно разрастается в первый год посадки. Она неприхотлива к почвам, переживет пару недель без полива. Газон из овсяницы будет требовать только своевременной стрижки и удаления скошенной травы удобрения и полива. При таком уходе он прослужит украшением более 10 лет. При всех достоинствах овсяница луговой имеется один большой минус – это трава не любит, чтобы по ней ходили. Если на газоне будут играть дети или планируется проведение пикников, то такой газон быстро вытопчется и получатся проплешины, что значительно ухудшит внешний вид. Проплешины могут появиться и при несвоевременной уборке скошенной травы. Овсяница тростниковая. Овсяница и тростниковидной по латыни фистука орундиносея шар называют многолетние растения, относящиеся к роду овсяница – семейство злаки. Очень неприхотливое растение, устойчивое к засухе и к морозам, и дождь ей не страшен. У этого сорта листья сине-зеленого цвета рано отрастают весной и обладают средней скоростью роста. Это одна из трав, которые не боятся вытаптывания. Овсяница тростниковая для газонов – самый лучший вариант. Корни у нее длинные, поэтому она может добывать себе влагу и легко переживает жаркие дни. А самое главное преимущество в том, что долгое время остается зеленой. Овсяница тростниковая и овсяница овечья. Бытует мнение, что газоны изобрели в Англии, но вообще англичане сами ничего не изобретали. Это овцы так тщательно и ровно объедали траву, что выпасы превращались в своеобразные газоны. Английские садоводы лишь переняли этот прием у этих зверей. Овсяница овечья. Описание растения – это многолетний злак с мочковатым корнем, имеет высоту 30-60 см. Стебель прямой, гладкий. Листья длинные и узкие. Цвет растения зеленый, слегка сизоватый. Колосок многоцветковый. Овсяница овечья растет преимущественно на каменистых и бедных песчаных грунтах. Влажные болотистые почвы этот сорт не любит, на них быстро погибает. Злак этот успешно переносит засуху и низкие температуры. У него хорошо развита корневая система, поэтому и в зимние морозы он не вымерзнет. Обратите внимание, для данной культуры не важны какие-либо подкормки и удобрения, и хватает запаса в почве. Прихотлива овсяница овечья только к поливам. Он должен быть умеренным. Этот вид не любит сильно сухого или влажного грунта. Овсяница готье. Этот вид представляет собой низкорослое растение высотой около 10 см. Отдельные кустики овсяницы готье разрастаются на подушке 40-60 см восточной долготеаметре. Они прекрасно смотрятся в виде связующего звена в цветочных композициях, а если их высадить в виде ленты, то получится очень красивый бордюр. Если же посадить их на расстоянии 20-25 см друг от друга, то за два года пространство между растениями заполнится и получится красивая лужайка. Этот вид злаков весьма зимостой, но в сильной холода все же может подмерзать. Хотя с наступлением тепла растение прекрасно восстановится. Овсяница очень любит солнышко, но и легкую временную плотень прекрасно переносит. Овсяница-красная максима Уже длительное время этот сорт считается главной составной частью газонных смесей. Это универсальный сорт. Он хорошо растет как в тени, так и на открытой местности. Очень красиво долгие годы не стареет. К почвам абсолютно неприхотлив. Неплохо приспосабливается к бедным землям и, конечно же, хорошо отзывается на всевозможные подкормки. Овсяница-красная максима очень зимостойкая и морозоустойчивый сорт. Также она устойчива ко многим грибковым заболеваниям. Вот только не любит сырости застой воды. Овсяница-красная максима овсяница-красная измененная. Листья овсяницы-красно-измененные отличаются от других видов жесткостью, щетинистостью. После стрижки может изменить окраску. Этот сорт очень засухоустойчив. Овсяница-гигантская. Это высокоруслый вид, высоту вырастает до полутора метров. У него длинные, красивые, сгибающиеся листья. Колосье смотрится очень оригинально, словно танец маленьких капель в воздухе. Овсяница-валиска. Овсяница-валиска или тепчак – это плотнодернованные многолетние растения с изозелеными узкими листьями, имеющими восковой налет. Листья намного меньше стебля с метелкой. В мае происходит цветение этого сорта. Места он любит залитые солнцем. Это растение нормально переживет излишки влаги, в отличие от своих собратьев. Размножается тепчак семенами или делением куста. Идеально подходит в качестве газонной травы в розариях. Для газонной травы на участке садоводы могут выбрать определенный сорт овсяницы, наиболее подходящий по своим характеристикам. 0.0 в от артикле ратинг.